Игорь Михайлович, приветствую вас! Да, доброе утро! С открытием сезона, с рестартом сезона Две игры сегодня обсуждаем Во-первых, это игра Zenit Arsenal Сенсация И матч Динамо-Спартак Начнем с Zenit Что вам бросилось в глаза Если, конечно, брать стартовый состав, ну и по игре? Ну, в глаза бросилось то, что Играли по схеме 4-2-3-1 Скажем так То есть фланги были сутармин и мостовой Которые менялись Иногда сужали, иногда играли широко Кузяев играл как десятка И Вэндал, и Аздоев Два опорника Ну, оборона понятна Но видит Зюба впереди То есть Ну, я там не могу сказать Отошли они от этой схеме Потому что если нет Азмуна То им приходится играть Ну, как бы, вот в эту схему Потому что можно туда Ерохина отправлять То есть он будет играть как второй нападающий Да, но это все равно не Азмун У Ерохина, я так понял, была травма Да, то есть он там Насколько он там минут на 10 вышел Вот А в отсутствие Азмуна Схема такая Им приходится играть Тройкой В центре поля Ну, вот вы обратили внимание На десятку Кузяева Как он вам в этой позиции Ну, там другой должен быть игрок Понятно Понимаешь, потому что у них У Зенита ситуация непонятная Вот Азмун есть То есть это 4-4-2 А Азмуна нет Значит нужно играть Вот по этой схеме То есть в оттяжке То есть может играть Кузяев Иногда там Вэндал играл Иногда там поднимался Иногда Ерохин Тоже можно говорить Да, что он тоже все-таки В оттяжке играет Иногда Дреуси там играет Вот Поэтому тут сложно Тут или ты окончательно Меняешь схему Тогда для этого Надо либо Дзюбу Продавать, да Либо Азмуна Да Ну, ты Дзюбу никуда не продашь Не отдашь Да, то есть Тогда Азмун Либо они должны знать Ну, как бы Знать вот эти все Все движения Перемещения Вот в этой схеме Потому что я чувствую Что им некомфортно То есть они вроде как Начинают играть низом А у них ничего не получается Они не могут приблизиться к воротам Они не могут создать момент Через середину Вот при такой схеме Или им надо брать Действительно десятку Которые будет Ну, это уже должен быть Игрок основного состава И я думаю Стоит он немало А так пока То есть Ну, тогда ты переходишь Основательно На эту схему И играешь У тебя Дзюба впереди Азмуну ты продаешь Там миллионов за 25 И за 25 Берешь десятку То есть Вот такое перестроение Должно быть Но только другой вопрос Кто Дзюбу будет заменять Потом Понимаешь Там надо тогда еще Если с Дзюбой что-то случится То есть Кто там будет играть Да И если Например С этой десяткой Что-то происходит Ну, то есть Это вопрос Такое рассуждение Но это вопрос Последующий сезон Сейчас точно Такого не произойдет Поэтому вот эту Вот эту вот позицию Там то Кузяев играет То Ирохин Еще раз повторю То Дреуси играл Там Ну, все так Как-то вот Ну Мне кажется Что Не так комфортно Они себя чувствуют То, что мы увидели Кстати Во втором тайме Когда они То есть Первым тайм Я посчитал Всего две длинные передачи От Ракетского Были на Дзюбу То во втором Когда они уже проигрывали Они начали туда грузить И все равно Перешли на этот На этот стиль Перешла на этот стиль Вы что имеете в виду? Что Ход матча Счет заставил Зенит поменяться Ну, да То есть Раньше Если они раньше играли Ну, то есть Низом Они играли низом Но они не обостряли Потому что Вендел играл низко Аздоев играл низко Кузяев Счет чувствует Ну, не так комфортно Ну, на мой взгляд Вообще В этой позиции Комфортно себя чувствовать Ну, мало игроков Таких есть Да Вот Именно под нападающим Да, вот в этой зоне То есть Чтобы получить Развернуть Обыграть Отдать Пробить Штрафной заработать Но Кузяев По своим характеристикам Ну, то есть Ты его туда ставишь Но это не Ну, как бы Это не полноценная Десятка То есть То, что По крайней мере То, что я подразумеваю Под этой позицией Вот Поэтому Перешли они То есть Если с Азмуном Они могли играть И в первом тайме Так, да То есть Если адресов нет Например В два нападающих Ты играешь У тебя только Аздоев Например И Бариус И часто Получается так Что их перекрывают И идет длинная передача И они из этого Что-то Ну, что-то создавалось И Азмун в том числе Когда есть То есть Он и за спину бежит Он и под сброс Может под зюбу То есть Там Плюс еще Крайние нападающие То есть Там вот такая Вариативность После этих длинных передач Есть Здесь Не было Вот И Во втором тайме Да Когда они проигрывали То есть Они То есть Есть команды Которые продолжают Играть В этом стиле Да Вот как они играли Первый тайм Пытались Но они ничего не создали У Зенита Ни одного момента Не было в первом тайме Но играли они низом Но это опять Два центральных защитника Крайний защитник Вендел Который низко опускается Аздуев Который низко опускается А как только Чуть низом туда вперед Там ничего не создавалось Ничего не завязывалось То есть Там Ну Они не могли ничего сделать Соответственно То есть Это либо выход на фланге Подача Либо длинная передача Сброс Чирк какой-то И вот там Подбор Вот Ну то есть Понимаешь У них Под этой Под эту схему Мне кажется У них нет игроков У них нету Вот десятого номера Вот этого Да Под нападающим Который мог получать Разворачивать Там что-то создавать Поэтому Вот это Как бы манера игры Она Получилась так Что она совсем Не опасная Для Для Арсенала То есть Они в принципе Компактно играли Перемещались И И Зенит Ничего не мог создать Но они в принципе Ничего не создали За всю игру Кроме Удара Караваева В начале первого тайма С левой ноги И все В общем-то У них ничего не было А то Почему они не создали Ничего после Длинных передач То есть На мой взгляд Это Дзюба не в порядке Опять То есть Я вот определяю Дзюбу Когда он в порядке Когда он Вот эти длинные передачи Он Он их чиркает На грудь Принимает Ну по крайней мере Навязывает борьбу И выигрывает эту борьбу Здесь он все проиграл Но это наверное комплимент Надо сделать И И Бурлаку И Григолаю Которые В принципе Они все выиграли То есть Они как-то вот так И И Соответственно Если Дзюба Вот я определяю По длинным передачам То есть Если он перестает Там цепляться Соответственно Он Ну как бы Он не в тонусе И И Это значит Что И ногами Он где-то То есть Если он будет Куда-то отскакивать Там во фланг Да Чуть пониже Он не будет Так уверенно играть Но Здесь проблема в том Что он Просто поздно Начал подготовку к сезону Все-таки Из-за коронавируса У него по-моему Только две недели Подготовка Ну видим Но я думаю Что связано с этим Да То есть Потому что Понимаешь У него такой Ну он Он мощный Он высокий Да Он мощный Там Я не знаю Насколько он там Ну я лишняк У него Лишний вес Я у него не увидел Да Как бы он так Но игровой тонус Все-таки Понимаешь Возраст Он Дает о себе знать Но на самом деле Мне кажется Что когда ты помоложе Ты побыстрее Вот у тебя отпуск начался Вернее Вернее Закончился И ты там побыстрее Пум-пум-пум И ты в тонусе Все-таки Игрокам опытным Которые уже там Опытным Назовем Не возрастным А опытным Им все-таки Побольше нужно времени Чтобы Прийти Вот в игровой тонус Ну Все-таки Как на Зените Эта история Так Что Что сегодня Сегодня лемон Пока Грузим лемон А с чем это связано Это связано Что я сегодня Сказал Например Жене Говорю Давай сегодня Яблоки Например Для разнообразия Потому что там Ребята Говорю Подписчики Сергея Интересуются Она говорит А я уже лимон нарезали Ну Что ты будешь делать Ну то есть В принципе Каждый день Лемон Просто Выпоздно Просто Надо С вечера Говорить Понимаешь А я забываю История История Зенита Все-таки Не было Бариуса Не было Азмуна Не было Малкома Достаточно Много не было Иностранцев Сильных Что по качеству Зенит Получается Когда нет Такого народа Обычная Российская команда Обычная Российская команда Я вот вчера Увидел Обычную Ну Обычную команду Вот на самом деле Я обратил на это Внимание Да Не было Кого у нас Не было Очень критикуемого Малкома Да Но я бы больше Вообще Рассматривал Почему у него Столько травм Понимаешь А не по игре Потому что Когда ты столько Травмируешь Столько восстановился Опять у тебя Травма идет Но Малком вообще Не обсуждается Но по сравнению Например Вот если Вчера он бы играл Да Бариус Не обсуждается Там Сантос Не обсуждается Азмун Не обсуждается То есть Это игроки Основного состава Дриуси Но под вопросом Да Может играть в основе Может играть Там Выйти на замену Например усилить Я увидел Вчера Две равные команды Абсолютно То есть Вчера самый активный Был Ракицкий Например То есть Он больше всего С мячом был Он пытался Туда подключаться То есть Он все Кстати Он все стандарты Подавал И угловые И штрафные Подавал Ракицкий Это говорит о том Что Ну никогда Никогда такого не было Я первый раз Увидел Чтобы центральный защитник Понятно Что классная Левая нога Но я ни разу Не видел Чтобы подавал Центральный защитник Это тоже Для меня Это тоже показатель То есть Из всех Вот из атаки Из всей Вот этой группы Из шести человек Нету Игрока Который Подаст лучше Штрафной Или угловой Чем Ракицкий Для меня Показатель Тоже определенный Вот И конечно Это мы можем Говорить Пол команды Не было Основного состава Дальше вопрос Если это Зенит Причем они прошли Лигу чемпионов А состав-то Они же никого не взяли То есть У них состав Вот этот Был И в Лиге чемпионов То есть Мы выходим на что Что Ну например Ну я вот Я говорю Вот Мостовой Андрюха Ну я с ним работал Ну он Классный парень Мы там Когда встречаемся Улыбаемся Шутим Ну вот Ну классный парень Ну на мой взгляд Вот ты знаешь Как я отнесу Вот Ну они На меня точно Не надо обижаться Потому что я говорю Я нейтральный человек Я вот у меня такое ощущение Что есть Вот тех Иностранцев Которых не хватало Мы назвали Туда включаем Ракицкого Где-то Ловрина Да Там Караваева Я туда из россиян Включу Ну на данный момент Это те люди Которые находятся В зените Для того Чтобы выигрывать Понимаешь У меня вот такое ощущение Что я Про россиян Есть те Кто делает результат И отвечает за него А остальные Подыгрывают Подыгрывают Остальные Не то чтобы подыгрывают Остальным Достаточно Вот просто Это надо понять Надо внутри быть игроком Когда ты вот уровня Скажем Среднего Да Ну твой Ну твой максимальный уровень Он средний Ну то есть Когда ты на максимуме Ты в принципе Средний игрок Вот твой Ну И Им прикольно То есть Надо понимать Что Зенит Это топ клуб Это Это и стадион И болельщики И Ну не знаю Насколько база Там Но я думаю Что в этом В плане У них там И база Там Тренажер Копитание Там Сборы Там Все Ну вот То что мы говорим Организация Но это топ клуб И когда люди топ Большие зарплаты Потому что Зенит Я так понимаю Что они Ну У них большие зарплаты У любого игрока Кто бы туда не попал То есть Они дают там Зарплату За счет этого Они Перебивают Конкурентов Как бы Забирают к себе Да А потом Раздают в аренду Человек по 10 Ну Вот у этих 10 У них большие зарплаты А те кто Остаются в зените Мне кажется Им достаточно того Что они в зените То есть Они уже Они уже довольны тем Что Такая организация Я там О У меня здесь Здесь Ракинский Здесь Дзюба Там Да Здесь Там Иногда Там Миллер Там Зайдет В раздевалку Да Там Вот Какая И мне Мне этого Хватает Понимаешь Не то Что Это Хватает Мне Это Хватает И Мне Вот Этого Достаточно Понимаешь Вот в этом Отличаются Футболисты Как бы Большие От Средних И маленьких То есть Они Играют Футбол Для того Чтобы Выиграть Я Не в обиду Никому Я просто Это Вижу Понимаешь И тогда Получается Когда Вылетают Вот эти Иностранцы Ведущие Кто Их Заменяет Ну Совсем Неполноценные Замены То есть Тогда Мы Выходим Опять На Что То есть Российские Игроки В Зените Они Зениту Не Соответствуют Потому Что Зенит Хочет Выигрывать Чемпионат И Хочет Доходить До Полуфинала Или Четвертьфинала Лиги Чемпионов Понимаешь Эти Вылетели На Замену Приходят Люди И Я Зениты Мы Строим Они Выстроили Нормально У них Сложилось В общем То Нормально А Зенит Ничего Не Сознал То есть Недооценка Ну Как Вот Например Тот Мост Мостовой Да Я Андрюху Буду Говорить Потому Что Я Знаю Он Не Обидит Как Он Может Недооценить Там Игрока Из Арсенала Ну Как Такое Может Быть Кто Бауэра Против Него Играл Ну Как Такое Может Быть Я Не Представляю А Мне Кажется Вот Какая То Такая История Да Ладно Дожмем Там Вы Вот У них Это Идет Уже Год Второй Поэтому Я Вот Еще Мы С Забьем Забьем Четыре Да Там Долго Не Будем Первый Пропустим Ну Там Дожмем Дожмем А Где То Ты Не Дожмешь А В Лиге Чемпионов Там Вообще Шансы Не дадут Никого Дожать И Очнуться Даже Не дадут Если Ты Не Подойдешь Правильно Как Бо К Чемпионов Там Достойно Выступать По Игрокам У Тебе Дыры Не Должен Затыкать То Есть У Тебя Если Уходит Малком То Чуть Может Похуже И Вот В Этому Конкуренция Малком Выпал Зашел Игрок Пусть Он Там Россиянин Будет Не Россиян Он Зашел Отыграл Так Что Потом Подумывать Малком Уставить Или Нет А Здесь Вообще Без Вариантов Я Сейчас Про Крайних Нападающих Говорю Про Наших Говорю Про Россиян У Зенита И Про Вендал Я Тоже Говорю Но Это Так Любой Сыграет Я Просто О чем Я Вчера Тоже Я Подумал Там Конгва И Ломовицкий Два Крайних Ну И Тот Ну Как Они Сыграли Они Одиноков Сыграли Просто Этих Ломовицкого С Конгвой Не Видно Хотя Ломовицкий Головой Пробил Там Конгва Не Важно Я Подумал А Вот Если Конгва И Ломовицкий Поменять Местами С Мостовым И С С Утруминым То же Самое Все Будет Может Даже Зенит По Лучшему Сыграл А Может И Нет Не Знаю Ваша Оценка Судейства Вот Этот Момент Когда Мяч Выбил Из Рук И По Пенальти Вчера Я был На Матч ТВ Где С Четырех Точек Показывали Первый Гол Зенит Забил Вот Удивительная Вещь Но Я Об Этому Говорил То Четыре Точки Да То С Одной Точки Вот Я Две Отметил Где Четко Было Видно С Одной Точки Он Ловит Мяч Удар Идет По Руке Он Этот Мяч Как бы Выпускает И он Там Как-то Залетает Фол Чистый Из-за Ворот Когда Показывают Он Ловит Мяч Начинает Приземляться То есть Просто Он Близко К нему Стоит Игрок И он Начинает На Игрока Приземляться И попадает Там Не в колено Может Чуть Пониже Куда-то В голень И Мяч Залетает Ворот Чистый Гол И Вот Здесь Вопрос По Вару Ты Почему Судье Было Тяжело Потому Что Он Посмотрел И тот И тот Момент Вот Если Бо Показали Один Момент Он Сказал Фол Гол Отменяем Посмотрел Бо Другой Момент Он Сказал Гол Чистый А ему Показали Два Он Думает Что Делать Ну Вот Он Принял Такое Решение Вот Сложно Потому Что Еще Раз Бывают Такие Моменты Вот Вчера Было Три Момента Спор Ну Прям Вот Пятьдесят На Пятьдесят И Ты Не Знаешь Что Делать И Тут Уже Начинается А Только Ты Что А Зенит Понятно Поэтому Засчитали А Там Раз И Раз В Обрат Ловрен Что Уже Не Зенит Уже Спартак Тогда Вмешался Наверное Который Вылетел Из Кубка Ну Тут Вот Такие Какие Это История Потому что Очень Много Возникает И Здесь Не Квалификации Судей Здесь Даже По телевизору По экрану Ты Не можешь Определить Четко Ловрен Дальше У меня Вопросы По Ловрен Опять Я Говорю Начинаете Судейство Мне Кажется Так Будет Все Время Пока Мы Формулировки Правильные Не Сделаем У нас Судем Будут Кидать Каждый Тур Вот Такие Ситуации Где Не Разобраться Не Будут Пока Они Действительно Не Разберутся Потом Ловрен Вот Смотри У них Формулировки Какие Значит Первая Игра рукой То есть Игра рукой Какая-то рукой Играешь Вот Как Волейбол Вот Игра рукой Ты Волейбол Играешь Или Вот Так Или Вот Так Первая Формулировка У Ловрена Была Такая Ситуация То есть Он Играл Рукой Ну Так Как Вы Говорите По Волейбольному Нет Он Просто Выпрыгивал Рук Дальше Рука В Естественном Положении Она В Естественном Была Или Не В Естественном У него Вот Когда Он Выпрыгивал И Головой Оттуда Доставал Мяч На Мой Естественным Вот Дальше Увеличивает Объем Тела Или Он Увеличивал Объем Тела Вот Это Что Вообще За Формулировка принципе самая дурацкая формулировка доваря пока не и не уберут его или и там и вот это в естественном положении или нет и расширяет ну вот пока не это будут говорить мы вообще ничего не поймем никогда увеличивала что она увеличивала ли что она делал то есть куда то есть не увеличивает когда к на руки или вот так у тебя здесь или они за спиной вот тогда не увеличивают в естественном положении игры рукой не было то есть он не выбивал никуда да то есть он выпрыгивал рука здесь то есть он сыграл головой вот так прокатилась но я не знаю вот эти вот давай это сам послушаем что не скажет по мне я не вижу ни одного из трех вот этих формулировок из которых две самые мутные формулировки 2 то есть игра рукой я понимаю вот у нас между нами мяч там я я раз там выбил игра рукой то есть но и либо у меня руки но неестественном положении руки они где вот здесь то есть я вот руку выставляю мне мяч попадает я и я понимаю что это неестественное положение ты так не играешь футбол так волейбол играет если они у тебя здесь они все время в естественном положении но в то же время они все время увеличивают площадь тела ну как вот здесь разобраться я не знаю как у них голова не это сам или или это наоборот это сделано для того чтобы вот этого в каких-то ситуациях выбрать одни решения и чтобы был орден друидов которые понимают только они ну что здесь непонятно не но логично вот сейчас мы с тобой говорим во все логично вот поэтому по мне он ничего не сделал из трех ну как бы не из трех вот этих формулировок там ни одной не было ну дается ну как пенальти дает формуле и и главное самое интересное что вот сейчас игра прошла ну ну как вот эти спорные моменты накапливаться они еще сегодня наверняка будут завтра но вот эти три они вообще уникальные вот просто уникальный вопрос 50 на 50 вот словарином по мне больше не не пенальти это чем пенальти вот пусть они дадут до следующего тура нам разъяснения они через четыре не через месяц то есть они через месяц они соберутся и скажут вы знаете по игре уже пройдет и три тура да они по игре нам скажут вот по игре арсенал зенит мы бы мы там это признали это не признали да всем уже все равно так по оперативнее им чуть-чуть надо это все это все решать чтобы это или пока это все горячо пусть часа пусть завтра послезавтра объяснят передадим вашу просьбу но передайте хорошо вот то как зенит провел эту игру вот эти кадровые проблемы зенита у вас ну как бы поставили под сомнение что зенит выиграет золото чемпионат вот таким составом они займут третье место и вот как они играли и с такой лавкой если вы я не знаю когда вы становятся остальные но вот то что я зенит увидел вчера они конечно не растеряют эти четыре очка до циск и 6 очков конечно не растеряют если вот будет вот то что вы я вчера видел и по составу и как бы папа но по игре и и и по лавке на лавке молодежь 1 но вот вышел этот парень молодой центральный нападающий то есть они начали грузить мучен он ни одного меча не выиграл тоже но я думаю что вопрос когда те вы становятся понимаешь и сейчас если корона вирус у этого борьбался да он это две недели сейчас он будет сильно не знаю сколько он там сидит потом тоже но надо как-то там восстановиться потренироваться там еще прийти форма о чемпионат начинается малком когда выйдет я не знаю ну прям азмунград выйдет я не знаю сантас выйдет когда я 4 недели доискант она просто уже все вот whilst и говоришь де нет чемпион там или спартак там навязывает мы вот говорили зенит чемпион сначала мы я поп Колес мы с тобой говорили там сколько прошло там читать там 5 туров прошло мы гигалим зенит чемпион потом бах там яма зенит уже не чемпион сейчас опять все говорят zenit чемпион пять человек сломалось уже уже вопрос то есть все так происходит по спартаку то как складывался матч то как он завершился для вас неожиданность нет но я я до игры я считал что игра будет равная то есть результат там я не думал что там преимущество как у нее во-первых я не понимал по какой схеме будет спартак играть вот тут надо еще поговорить о том что вот динамо приехала из тепла скажем так да там но не из тепла там из плюсовой температуры до ехал за два дня до до игры спартак приехал в минус 15 за 10 дней то есть они там 10 дней там насколько ну там 8 но я не знаю точно но но прилично принести они сбор провели при минус 15 то есть вот эти решения но они вот смотри по спартаку она очень но для меня очень странно потому что я вот но опять же исходя ну там есть перспективные тренеры да которые пробуют разные вещи ошибаются и вот таким образом набираются опыта чтобы дойти до такого уровня что ты стал не перспективным тренером вопрос тренер уже я я вот к чему говорю вот мы играли с краснодаром ну вот мы играли в екатеринбурге был минус 15 вот если не все ки в екатеринбург за три дня чтобы адаптироваться от и ешь из плюс 5 например вот в краснодаре плюс 5 в екатеринбурге там минус 12 минус 15 ты едешь как ты тренируешься в краснодаре но как бы вы в этой температуре обедаешь и вылетаешь и прилетаешь на освежение играть то есть люди выходит но минус 15 минус 15 в этом вопрос какое поле ну и ты играл вот мы играли говорим мы там и мы эти игры выиграли мы на искусственное в пермь приезжали в минус 15 играли здесь я говорю ты не едешь за три дня адаптироваться но это по мне когда потом они говорят просто тоже об этом же говорили обсуждали ведь мы посоветовались с врачами кто там врачи я и не понимаю да то мы посоветовались там с кем там они еще советую с игроками говорит я и я прям уверен все все игроки сказали да едем в москву в минус 15 будем 10 дней тренироваться ну какое-то вот решение понимаешь хотя бы они выиграли бы и это бы тему затрагивать перспективный ты деска сделал ход конем привез команду который просто в минус 15 там неделю там ли сколько восемь дней тренировался зашка им пинус 15 играть это него это сложно тренеру вот я помню как я одевался на игру это в минус 15 там поддеваешь вас и все что есть там шапка у тебя до бедные запасные они они там тоже все одевать там пледы какие-то вот они сидят ты на игроков смотришь они нормально себя чувствуют то есть они выходят и нормально себя чувствует и и двигаются как бы и все нормально тренировочный процесс вот ты понимаешь я я там но я смотрю так все где там там спартак например да там ты раз выходит там тренировка мы смотрим там т.д.с. к снег расчищает все понятно поля на поля на вообще не но она замерзшая это тарасовка тени открытие арены или не или не стадион динамо да где-то включают там все подсеивают включают там накрывают и другое ну ты понятно что они разминаются в зале потом они выходят минус 15 ну ты во первых у тебя они должны все время все игроки у тебя 20 человек они все в движении должны быть а есть маленький квадрат я не знаю маленький квадрат играет он не играет но ты не можешь давать маленький квадрат то что-то но это стоячий ты не можешь давать удары по воротам например ну тогда все должны двигаться у тебя человек минуту не может стоять даже на двое на двое ворота будешь бить то есть у тебя все время вот но люди просто не по ним ну как будешь то есть и тогда остаются двусторонки 3 на 3 5 на 5 10 на 10 там вот тут но только двусторонки ты не можешь тактикой заниматься но потому что если есть тактика то она подразумевает перемещение какие-то объяснения чего тем более не схему там меняли то есть это тоже убирается то есть 10 дней они в таком режиме то есть они выходят и просто играет футбол потому что ну по-другому невозможно то есть вот и это и это обсуждалось бы сколь ввода во вот это решение вот это перспективный тренер там начинается да то есть в принципе все ну там по мне но идеально можно было если уж минут минут ты знаешь что минус 15 действительно как динамо приехать за два дня выходные дать там на сборах два дня пусть ты не сделаешь дела сделаешь дела свои потом то есть там приехал сразу на базу два дня две тренировки и играешь вот как они сделаны но не мучить народ и и думаешь этом посоветовался со всеми посоветовался я опять опять не в критику я просто не могу понять каких-то вещей понимаешь но просто ну как логику я вообще не вижу никого-то я тебе сейчас примерно сказал еще есть вещи какие-то которые там ну вот то что в минус 15 приезжаешь вот либо ты приезжаешь за неделю то есть определяешь там четыре дня до игры например мы начнем и за 6 возвращаемся два дня выходных даем четыре дня тебе достаточно до игры но четыре дня в мороз потренируешь хотя есть если минус 15 за два дня самое правильное решение но на мой взгляд чем мучить людей адаптироваться но вот такая вот история значит по чем мы говорили вас а сейчас по составу составу да но состав тот же как и был схема поменялась то есть как он и говорил что он поменяли поменяет схему он ее поменял но их было ну как бы три варианта то есть первый тайм они играли 4 защитника хендрикс и умяров давайте давайте папа это самое попишем вот есть да нет но тут что писать у нас давай попишешь давайте максименко понятно а чё тебя пишет пишет ну врата брата брата тарби не обсуждается как бы максименко понятно у нас джики видно 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 жига маслов вот потом мы вернемся есть и что-то хочешь то вот это затыкать дыры называется даже папа игре мы посмотрели парень нормальный но это все таки центральный защитить хотя он когда-то опять я слушаю трю он когда-то четыре года назад в школе играл правого защитника тоже я бы я вот я все больше и больше начинаю не понимать с позитивом но я вы я я не понимаю вот я заявление какие-то не понимаю да какие-то действия не понимаю арта дальше они в 2 играли хендрикс и у него хендрикс просто хендрикс хендрикс и умяров вот они в 2 опорах играли дальше у них мозос мозос зубнин то есть от 1 тайм начали и вот здесь пункта и этот ларсон ларсон да но я допишу так но в основном они играли вот первый тайм они играли вот таким образом что-то у нас джики как-то не яркий вот вот игра ларсон иногда оттягивался сюда иногда играть на больше они играли два центральной защиты у этих самых 2 нападающих да то есть это опять открывание вот сюда вот отсюда передачи все спиной паша и ничего не создать там но не смогли зубнин и тут опять вопрос мы говорили что зубнин и неплохо но только другая схема была с фланга я думаю что на него повлияло что он последней игре забил вот отсюда забил гол прошу открылся этой риге забил он будет может здесь забьет но вот у меня вот такой ощущение что вот такое мышление вот идет ваш то есть это вот первый тайм они так и отыграли они не создали ничего здесь как бы опасность отсюда было больше да то есть это мозос если он вот здесь вот в этих зонах получает мяч он середину уходит несколько раз было айртон забегает он может середину играть может айртону отдать но как бы взаимодействие еще может нападающий где-то потом появляться то есть вот здесь у них было нормально первый тайм здесь пустота была потому что маслов это не айртон почему я говорил что им нужно брать крайнего защитника тоже оля айртон то есть это просто человек должен вот туда летать и возвращаться летать туда подключаться при таких схемах забегать за зобнина который будет уходить там середину я не знаю что там будет но не под свою ногу то есть первый тайм маслова мы не видели но я не я не может кто-то что-то видел потому что я там слушаю людей которые вообще они говорят да что зобнин играл первый тайм вот здесь там все по разу видит футбол то есть здесь ограничено не подключается то есть здесь больше думает об бароне вот они втроем остаются здесь этот сквозит в середину уходит дети опять спиной потому что нет вот этих передач вот сюда их нет они вот сюда идут все время то есть ты спиной но иногда он опускался в эту зону но редко то есть вот первый тайм-это первый-таймут я не пишу это была вот такая история то есть здесь пустота эти не подключаются это только на чистых мячах также сваливались сюда иногда этот сюда да там в середине получали ну и так вот поперек то есть в основном игра было как обычно вот то есть между собой не даже не играем если играли то только поперек то есть вот туда передач почти не было обостряющих. Хотя Хендрикс, я могу сказать, что он смотрел туда. Он отдавал, он отдавал, и отсюда вот он нападающего, но это опять они, вот Хендрикс если отдает, она продольная передача, сзади защитник, ну тяжело. Они уже с этим столкнулись в Питере, они ни одного мяча не получили. Здесь то же самое, просто схема чуть другая, но то же самое, два нападающих, они спиной и сзади защитник всегда. Вот первый тайм. Вот второй тайм, до выхода Соболева. Давай оторву. Можно оторвать, да. До выхода Соболева, то есть они меняют, то что они, вот это они не тренировали на сборах, они это было похоже, когда Ларсон сюда садился, тогда было похоже, как только он уходил туда, все, на сборах не было. Я три игры посмотрел, да, но здесь у Рунов играл, у них, по-моему, три игры, что ли у Рунов. Что стало во втором тайме? Второй тайме. То же самое, давай я не буду, на, только без изменений я не буду тогда фамилии писать. Да. Давайте фамилии тех, где менялось. Пишу только тех, где менялось, да. Опять два опорных. И вот изменения. Вот Понса остается. Изменения. Зобнин уходит налево. Налево. Мозес уходит направо. Так. Ларсон опускается вот сюда. То есть он все, он начал играть десятку. Это знаешь, как было, почему заметно? По отбору, когда было два, у них вот, Динамо играло два защитника, да, вот у них был опорный, Ларсон играл по опорному при обороне. То есть обычно, если в два нападающих, то выдвигается этот, сюда выдвигается этот, сюда. И Понса, ну как бы он так перемещался между двух центральных защитников, а этот играл по опорному. То есть они поменяли места, он поменял местами. И пошла игра. Вот он играл здесь, и он мне здесь понравился, Ларсон. Потому что тот момент, можно сказать, единственный, я не беру там пяткой Зобнин там с углового, но это такое, ну как бы, спонтанная история. А вот здесь он мне понравился. То есть сразу меняющая схема, ты посмотри, как они сразу, десять минут, у них там какие-то удары. Вот этот момент, когда сначала бил Понса, потом Мозес. Зобнина не беру, потому что это стандарт. Но они владели инициативой, и он здесь отсюда, вот когда он момент этот создал, то есть он вот здесь где-то, пол поля, да, он здесь где-то получил, он прям протащил на скорости, в ногу отдал этому Понсе, он пробил, Шунин отбил, Мозес там добивал. Другая игра, вот схема, про которую я говорю. Понимаешь, поэтому я тебе говорю, что, но он все равно нападающий. Вот видишь, они играют, вот два, он нападающий, он всю первую часть, он отыграл нападающего. Почему я говорю, что М-10 нужно? Ну не сейчас. Сейчас он же, эти составы, они будут, у них Масло будет справа играть, и так это будет, вот он будет варировать. То есть смена схемы. Другая игра. Ну ты можешь посмотреть даже по моментам, то есть 15 минут, у них преимущество, они держат мяч, Динамо, ну как они оттуда вообще не вылезают, и Ларсон выглядит очень прилично, вот он, вот посмотрите, у него какая зона, как бы, ну действие, она приличная, она большая. То есть не надо бегать там по всему полю, вот тут получаетесь, разворачиваем, но он скоростной, понимаешь, это не а-ля Роберто Баджо, как вот, ну это я идеальную десятку там беру, да, кто, все равно он больше нападающий, но все равно у него, вот он как раз здесь вот, на просторе где-то он может убежать, он может отыграться, он может пробить, но все равно не то, но для сегодняшнего Спартака, я думаю, что это пока лучший вариант. Угу. Десятки. То есть они так играют, создают моменты, потом они 0,2 проигрывают, надо грузить. Выпускается, то есть что происходит, вот третий вариант, это вот 60 минут, я тебе пишу, ну сколько там, 65 по-моему. Да. И потом они возвращаются вот на эту схему. С выходом Соболева? Да. Угу. И дальше получается опять, я уже потом в конце не буду, когда там меняли, когда Бакайф вышел, я это не буду, то есть все равно остается там 4. А они убрали кого? По-моему, они убрали. Умярова. Умярова убрали. Умярова, да. Зобнин. Вот, пошли. Зобнин. Угу. Хендрикс. Угу. Угу. Пошли, Понци остался, Соболев. Угу. Понци. Вот опять два нападающих. И он что сделал, он сделал этого самого, вот сюда вот он убрал, ну как переставил Ларсен. Угу. И Мозес. То есть вот следующая перестановка, ну как бы вот три схемы, потому что Мозис. 65-я минута. Да. Ну за минуту. 25 минут. Вот так они 25 минут они играли. Вот таким образом. То есть вот ты видишь, что Зобнин отсюда уходит в середину. Мозеса передвигает влево. Ларсена с десятки передвигает направо. И в два нападающих они начинают играть. Ну и в принципе ничего, ну как бы все глохнет, потом ну удаление и все. И на этом все заканчивается вся игра. Вот. Я к чему все это говорю? То есть гибкость. С одной, я не за гибкость. Вот я тебе честно скажу, как тренер. Вообще варианта два. У тебя должен быть вот вариант. Вот смотри, ты играешь в три защитника, в четыре, неважно. Первый, манера игры у тебя должна быть. Расстановка манеры игры. Моя расстановка манеры игры, как они играли. Вот. 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 Как они играли во втором тайме сколько получается? 20 минут. Вот. Расстановка. Причем один должен быть опорный здесь, да. И один еще, ну может это Крал, может быть, да. Может быть Зобнин, если мы про Спартак говорим. То есть он туда еще подключается. Эти подключаются с забеганиями. Остаются два центральных и Хендрикс. То есть у тебя вот такой треугольник. То есть здесь раньше с тремя у них треугольник был наоборот. Такой вот нижний треугольник, да, вот три центральных. А здесь верхний. Вот. Вот они появились. Это лучший момент в игре. Да. У них. Когда они имели моменты. 45-й по 65-й. Ну вот до выхода Соболю. До замены Соболю. Ага. И там дело не в Соболю, а дело в схеме. Вот. И мне кажется, что у тренера должна, вот у него есть схема своя. Вот смотри, вот что он делал. Я тоже не понял. Я же с тобой разговаривал. Ты же был там на пресс-конференции, да? На пресс-конференции я не был. Ну на этой, как ее, видеоконференции. До матча. До матча был. Вот, до матча. Да. Ты мне еще, а я еще тебе говорю, я посмотрел, а ты же в конце там задал вопрос, да? А я как-то там смотрел два вопроса, я думаю, неужели ты больше двух. Я думал, ну ты два задал, и я не досмотрел. А потом ты говоришь, что мы там останемся на этой схеме. Я тоже не понял. Но он логику как не понял. Я понял. Ты играешь в три защитника центральных, пропускаешь гол. То есть какие варианты? Вот смотри, ты играешь в три центральных защитника, пропускаешь гол, переходишь на два, ну и как бы начинаешь играть вот в эту игру. Вот то, что они играли вот эти 20 минут второго тайма, да? То есть в эту схему уходишь. То есть у тебя на одного игрока больше впереди. Понятно? Понятно. Он выходит вот по этой схеме, да? 4-4. Ну то есть четырьмя защитниками. То есть здесь другой вариант. То есть они тот вариант знают. Значит они, если они забивают, я так думаю, они забивают, они потом переходят на три. Садятся назад, им сложнее забить, на контратаках они это все знают. А я вот то, что, когда мы с тобой разговариваем, что по мне надо переходить Спартаку на схему, вот она за основу должна быть. Вот это вот Ларсен под нападающий, вот это, ну там, давай говорить, 4-2, 3-1, вот такая. Все-таки не 4-3-3, а 4-2 опорных, ну как бы три, два крайних, десятка и нападающих. Вот. И мне кажется, что вот стабильность, я вот смотрю, ну не меня это меняет никто. Это у нас придумали, что вот это гибкий тренер. А по мне это не гибкий тренер, а тренер, у которого за пару, он не знает, что делать. Понимаешь, вот есть у тебя, ты играешь, вот так вот, 4, например, ну вот как я, вот моя любимая схема, да, как я играл, все мои команды играли. 4-2, 3-1. Кутепову, например. Я вот, мы в Краснодаре, мы Гранд Квиста отправляли туда. Ну отправляй, сажай сюда, вот у тебя остается 10 минут. То есть ты играешь в свою игру. И ты не сваливаешь ни на какие навалы, там, навесы, как вот «Зенит» вчера, потому что у тебя не идет. Она вот эта игра должна быть поставлена. И эти тоже начали, «Спартак» тоже начал грузить же. Они же тоже начали на «Соболево» грузить, но у них это вообще не наигранно. Потому что если «Дзюба» он знает, как он был, просто он был не в форме сейчас. То есть «Зенит» может так играть. «Спартак» так, вот они на «Соболево». Туда грудь, то куда-то за спину куда-то улетает, то он там что-то бодается, а они выиграют, то он там куда-то скинет. Не туда. И они еще на этом «Быстрые атаки» там несколько получили, после этих длинных передач. То есть у тебя должна быть база, вот эта, например, то, что ты тренируешь, да. И потом вариант «Б» ты отправляешь туда высоких. Просто ты насыщаешь штрафную, у тебя там пару высоких должен быть там нападающий, например, защитник центрального, ты туда отправляешь. И начинаешь туда грузить, бороться, отскоки, подборы. Но тут ты рискуешь, конечно, получить быструю атаку, потому что если там выбьют, да, и у тебя убегут, и тебе там еще гол забьют, и игра заканчивается. Вот они два варианта. Какие эти самые… Но это мое видение, со мной могут многие не согласиться. По мне, ты неустойчивый тренер, не понимающий, как бы, ну у тебя нет четкости и уверенности, если у тебя там три, четыре или пять вариантов. Ну вот, на мой взгляд, вот так. Поэтому не знаю, что они в следующей игре будут делать, вот на самом деле. Но по «Спартаку» я могу сказать, что… то есть вот он… Ну это уже повторяться. То есть вариант… Ну у него было три варианта. Я понимаю, когда смена идет флангами. Да, то есть когда игроки… Схема не меняется, но игроки позициями меняются. Потому что часто бывает, знаешь, ты там, к тебе привык защитник, ты раз там поменял, ему там сложнее. Ну вот то, что он сделал с Омнин, с Мозесом поменялись. И это я понимаю. Но не схемы, понимаешь, ты… А если бы они еще там сравнили… Например, он еще на три центральных защитника появился. То есть мы увидели четыре там расположения, ну четыре схемы расположения игроков. Ты… просто ты там… там журналисты, там специалисты какие-то. Вот это здорово. Ты с игроками должен общаться. И ты должен понимать вообще… Они вообще хватают это все, они понимают вообще, о чем ты говоришь. Потому что вот тоже интервью. Я, кстати… Кто это сказал, где я это прочитал? Помощник этого… ТДС… как его? Хинкель. Хинкель, которого он сказал, что Хинкель пусть примет. Ну то есть я так понял, что он занимается видео. То есть он видео нарезки делает для него, да? И потом он проводит теорию. И когда он сказал, вот опять… Ну я не понимаю, или они вообще… Вот для меня удивительно. Он говорит, мы делаем теорию пять-десять минут. Чтобы не забить голову футболистам. У меня с Сашкой десять лет у них урок сорок пять минут. То есть в десять лет люди сидят сорок пять минут, хватают все. А тут десять пять-пять. Ты представляешь пять-пять минут? Я понимаю, может быть он имел в виду по линиям. То есть они берут защитников пять-десять минут там. Но здесь можно понять, и то маловато. Тем более, когда ты через переводчика говоришь. Там полузащитников берут на подачу. Мы так делали в молодежке. Но когда ты со всей командой говоришь пять-десять минут, потому что они бедняги не запомнят что-то. Им в голову там не войдет. Какие те четыре схемы? Ты одну тогда не можешь просто сделать. Но они сделали одну. Вот эту три. Вернее пять-три-два. Я говорю, будет интересно. Мне интересно, как они сейчас сыграют. Но по мне одна схема, вариант А. По мне это низом. То есть это вот открывание, расстояние между игроками. Игра. Надо знать, как это тренировать. Потому что если это только за пять минут объяснить на видео, а потом идти и играть просто вдвое ворот, потому что у тебя минус пятнадцать. Ну ты, конечно, ничего не… Игроки не поймают этого всего. Вот. Поэтому посмотрим. Ну, Спартак. Посмотрим. Посмотрим. Потому что я увидел неуверенного ТДСка. Я не знаю. Понимаешь? Потому что результат. Какая-то… За счет чего Динамо победила на ваш взгляд? Главные факторы. За счет того, что Спартак ничего создать не мог. Ну что, они оборонялись. Где-то, кстати, они… Видишь, с такой игрой. Потому что все-таки Спартак играл низом, и у них в середине было какой-то момент… Вот как раз у них, когда три было, они меньше ошибались. Когда у них было два, они ошибались. Уходил Динамо в быстрой атаке. Ну, опять… Мне кажется, так часть лимона может пролиться, если мы будем… Ну, опять, ну, такая игра, понимаешь, вот она складывается. Ну, она сложилась. Пенальти, да, 1-0 повели. Спартак понимает, что в три центральных, что в два центральных. У них проблема с позиционной атакой, она так и осталась. Они сильны в быстрых атаках. Динамо вообще им быстрых атак не дало. То есть, они вообще… Они надежно сзади, они не обрезали нигде, там где-то фалили, да. То есть, у Спартака быстрых атак вообще не было. Ну, я не помню. Может, там была одна. То есть, они вот это сделали, как бы убрали. То, что они знают… Ну, проблема… 1-0 повели от обороны. Там, в быстрой атаке. Второй… Ну, два стандарта. Пенальти и вот этот штрафной. Как пацан этот пяткой забил. Ну, как, ну, у него схема такая же. Ну, Грулев мне нравится, не знаю, там… Ну, Шиманский. Ну, у них расстановка, вот про которую я говорю. То есть, у них там десятки, то Шиманский, они там менялись. Или там… Кто был… Лесовой слева, как липовой, да. То есть, вот у них треугольник там был. Нормальная схема, когда… Мечом они не владели. Понятно. Но здесь сложно представить. Я могу там представить. Зенит, когда 7 забивает, то он владеет. Или там Краснодар, то они владеют мечом, когда ведут. А так, при равных играх, очень сложно представить, чтобы команда забила гол и потом играла на чужой половине. Да, и владела инициативой, еще создавала моменты и там и добивала. То есть, ну, такого здесь, при равных команды, когда играет, такого нет. Понимаете? Я ничего не могу такого отметить. Прям супер. У Динамо, ну, как они организованы сзади. Они… Ну, игра была боевая, на самом деле. То есть, вот у Спартака, что не пропало, но это настрой. То есть, видно, что они настроены, да. И Динамо настроены. Ну, то есть, такие вот, как бы они подошли к игре. Так, ну, боевая. Момент с пенальти Мозеса, как оцените? Ну, я оценю, как. Вот здесь, опять, вот эти формулировки мы будем… Здесь подходит под формулировку «игра рукой». Да, то есть, было движение. Движение было, куда мяч попал, определить сложно. То есть, там, вчера опять… Да, вот на МАЧ-ТВ… Это еще, по-моему, УИФА делал. То есть, у них какой-то там семинар был какой-то… Вот по этим как раз историям. Мы говорили, где рука начинается, где плечо. И там линия какая-то, вот там, на экране была. Ну, вот представь, у тебя вот линия. Да? Да. Вот представь, вот линия, вот здесь вот плечо у тебя, да, а вот здесь рука. И вот такой мяч прилетает. Да. И попадает, вот прямо с середины попадает в эту линию. Вот что ты будешь делать? Понимаешь, мне кажется, что все-таки… Ну, то есть, там движение было, как бы можно говорить, что это было… Если мяч в руку попал, то это была игра рукой. Ну, под формулировку под эту попадает. А куда он попал? Понимаешь, опять, с двух точек ты смотришь, с одной точки. Ты смотришь, что это, ну, плечо, как бы попадает вот сюда. Да? С другой точки, ну, это чистый пенальти. То есть, он вот сюда, ну, то есть, он, как бы, выбивает мяч. Тоже сложно, даже для ВАРа сложно. Вот, поэтому я не знаю… Ну, вот эта линия, я говорю, вот у тебя мяч вот такой попадает сюда. Как там определить? Непонятно. Потому что плечом, когда в футбол… Ну, вот кто играл, ты тоже, наверное, играл плечом в футбол. То есть, если у тебя движение идет, вот оно идет. Понимаешь, а не вот. Ты, когда играешь плечом, у тебя не такое движение, а вот оно идет. Понимаешь, а если такое, то, скорее всего, рука. Потому что у тебя бы мяч… Ну, по мне, вот, надо вот отсюда делать. Ну, по мне, ну, вот оно плечо, вот ты его чувствуешь. Понимаешь? А они чуть-чуть пониже опустили, чтобы потом опять никто ничего не понимал. Такое ощущение вот. Поэтому, ну, 50 на 50. Я не знаю, как они… Опять же, вот ВАР. Он же бегал, смотрел. И вот он думает, блин, рука, не рука. Движение есть? А куда? Плечо. Говорит, покажите мне эту… Вот этот рисунок из УИФА. Там зеленый, там красный, там оранжевый. Я посмотрю. Тогда это надо на людях чертить, там как-то именно делать. Ну, то есть, рисунок, они нарисовали человека какого-то. На экран выводят, говорят, вот здесь вот это плечо, вот здесь вот зеленое, а вот это все красное. Дальше разбирайтесь. Просто, если по судейству в целом, просто три такие ситуации были, которых… Ну, я не видел таких. Ну, они настолько вот спорные, да, вот особенно по Ловре. Ну, я такую вообще впервые вижу. И чего их обсуждать? Ну, чего вот обсуждать? Вот надо смотреть… Ну, это вопрос доверия, да. Доверяешь ты судье? Ну, да, потом просто, потом и начинается. А-а-а, это Зенит, там. Раз, там, бум, там. Ты же не будешь орать, а-а-а, это Арсенал. Да, ты будешь орать, а-а-а, это Спартак, заговор опять там. Ну, ну, вот какие-то такие истории. Ну, я не знаю. По перспективам, по перспективам Динамо и Спартака по сезону, исходя из этого матча? Ну, не знаю. Спартак, я тебе как говорил по Спартаку. Ну, сейчас будем смотреть, как они дальше будут играть, да. Как второе, так седьмое. Сейчас у нас на каком Динамо? На пятом, по-моему, да? По-моему, Динамо, по-моему, на пятом. Могут ли они туда? Ну, могут. Я вот даю Динамо четвертое, шестое. Нет, четвертое, шестое Динамо даю. А Спартаку даю второе, седьмое. Любое, любое из них. Если Квинти приедет, это изменит расклад сил? Как это изменит? Нет, ну вот мы схемы посмотрели. Вот когда они 4-4-2 играли, вот слева он нормально. Вот его позиция. Он также играл при Карере. А Мозеса куда тогда? Мозеса направо. Или замена. Не, вообще, сейчас если он приедет, или замена Промесу. Мы же не знаем, как он начнет. Либо справа он будет. Начнется конкуренция. Но пока, я думаю, что Промес ее будет выигрывать изначально. Потому что он, во-первых, в форме, потому что чемпионат там. Вот. Вот так. Вас Мозес вообще впечатляет по времени, которое он провел в Спартаке? Ну опять, вот, понимаешь, сейчас начинают говорить, что у него зарплата 5 миллионов будет, если его продлят. Ну вот, понимаешь, ну тут вот цена-качество надо, ну надо тоже смотреть. Понимаешь, и сколько там за него надо заплатить? Выкупать? Сколько он стоит? Ну, понимаешь, вот из этого исходя. То есть, вот такой Мозес с зарплатой в полтора миллиона, и за него 500 тысяч, как за Хендрикса, конечно, надо оставлять. А если за него надо платить 6, там ему 5 в год, то точно нет. Понимаешь, здесь от этого тоже зависит. А без этого как? Ты не можешь мимо этого проходить, потому что цена-качество, она должна быть, они должны быть рядом. Понимаешь, цена-качество должны рядышком идти, а не вот так вот. То есть, здесь цена, а вот здесь вот качество. Так, мне что вчера понравилось? Он два раза добежал. Никакой бы крайний, вот по этой схеме, ни один крайний бы нападающий не добежал туда. Вот я тебе говорю, когда Паршевлюк, вот он два раза спас. То есть, он прям бежал за ним до конца. Помнишь? Момент, когда этот, по-моему, Шиманский, по-моему, длинную туда отдавал. И в принципе, если бы он чуть на метр бы опаздывал, то там Паршевлюк забивал бы. То есть, он прям, ну то есть, я думаю, что он включился метров сорок, это говорит, ну как бы, ну дисциплина. А удаление его? Удаление? Ну что он мог сделать? Ну он потерял, ну там обокрал, ну что, лесовой, быстрый парень. Ну он за счет ног там, он чуть-чуть отпустил, он его обокрал. Ну что, ну инстинкт там такой, я не думаю, что у него... Все же быстро, полторы секунды-две происходит, да, я не думаю, что у него в голове было бы, а что я на карточке. То есть, он в моменте в этом как бы играл, играл, зацепил, а потом когда зацепил, он так пошел, думаю, у меня вторая. Вот. Ну мог, если в голове был, возможно, он его бы не стал трогать. А он бы не стал его трогать, и забили бы, возможно, третий гол. Ну тут такая ситуация. Я думаю, что у него в голове не было... Ну он ошибся, он как бы исправил, но это была вторая. По игре он делал правильно, но в голове у него не было, что он на карточке. Вот. Если было бы, я не знаю, как он сыграл бы. Понятно. Спасибо большое. Да. Спасибо.